МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости губернии. В суде Евгения Долгих. Здравствуйте. Главное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строить быстро и качественно, продавать по доступной цене. Какие задачи поставил перед строителями губернатор? Высокие ли позиции занимают отрасль в масштабах округа и страны? И когда вернет утраченные красоту и величие исторический центр Самары? Большой материал наших корреспондентов через несколько секунд. Не помогла ни жесточайшая конспирация, ни система бонусов для клиентов. Сверхсекретная и масштабная сеть сбыта героина все же была раскрыта. Кто и как разоблачил преступное сообщество и почему одним уголовным делом дилеры не отделаются, расскажем в выпуске. Сказочные образы, миниатюры и даже герб города нужна только вода и минусовая температура. Кто задумал превратить Самару в ледовое царство? И при чем здесь чемпионат мира по футболу? Наши корреспонденты познакомились со скульптором, полным самых оригинальных идей. Доступно и без дополнительных вложений. Новая квартира по выгодной цене для молодых семей. Жилье по госпрограмме теперь продается и в Самарской области. Впрочем, этим достижения строительной отрасли региона не исчерпываются. Об этом губернатор говорил в своем ежегодном послании, параллельно поставив цели на будущее. Виталий Портнов об успехах и задачах, стоящих перед строителями. Екатерина и Дмитрий Удовик в прошлом году решили, чтобы не платить за аренду и не ютиться с родителями, купить свой угол. Идеальное место для рождения ребенка. Вариантов рассмотрели много. Узнав о федеральной программе, доступное жилье для российской семьи нисколько не колебались в выборе. Мне подсказали, что выгоднее действительно взять с ремонтом 35 тысяч рублей за квадратный метр, как это оказывается. Менеджер объяснил, какие документы собрать. Мы, естественно, обратились в нужные органы. И все, нам получили одобрение. Дополнительные вложения в ремонт в этом случае не нужны. Дома тепло и уютно. По итогам прошлого года всего в Самарской области было введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. Из них половина эконом-класса. По участию в госпрограмме регион занимает лидирующие позиции в стране. Об этом говорил губернатор в своем ежегодном послании. Нам удалось значительно снизить себестоимость жилья, сделать ее более доступным для людей. Сейчас цена квадратного метра у нас ниже, чем в среднем по ПФО. А еще 5 лет назад она на 20% превышала среднюю по округу. И если бы мы не переломили эту ситуацию, то наши жители, ну там частично участвует в бюджет, переплатили бы только в этом году за жилье более 20 миллиардов рублей. Отсюда и спрос. При этом существенную поддержку на строительство, коммуникации, развитие необходимой инфраструктуры строительные корпорации получают из федерального областного бюджета. Вместе с домами строятся больницы, детские сады и школы. Эта программа очень нашла большой отзыв, отклик среди покупателей. И сейчас, ну, более, может быть, 70% всех покупателей так или иначе связаны с этой программой. В части доступного жилья очень большой нереализованный спрос. Поэтому мы не сомневаемся в том, что, несмотря на то, что мы планы увеличили более чем в два раза по участию в этой программе, они будут полностью все выполнены. Доступно и выгодно – это главное условие, на которое сегодня смотрят молодые семьи при покупке новой квартиры. При этом в своем послании глава региона подчеркнул, что жилье может стать еще на порядок дешевле за счет использования своих стройматериалов. Чтобы удержать темпы и снизить цены на жилье, надо нам по максимуму использовать наши самарские строительные материалы. Надо задавать новые требования по комфорту, безопасности и спортивному насыщению в жилой застройке. Городу не давать никаких разрешений на строительство без обеспечения детскими и спортивными площадками, парковками и другой инфраструктурой. Особо это актуально для исторического центра Самары. Он к чемпионату мира по футболу тоже должен преобразиться. Сегодня в рамках федеральной областной программы продолжается реконструкция памятников архитектуры. Активно помогают и частные инвесторы. Есть уже потенциальные инвесторы, которые заинтересовались объектами исторического наследия. С апреля месяца такая работа будет также продолжена. Вопросы освещения города, вопросы украшений города тоже стоят на повестке нашей работы. Исходя из экономических условий, мы будем эти вопросы решать. Всего к 2018 году планируется привести в порядок фасады более 300 домов областного центра. Виталий Партнов, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. На страже закона с 1722 года. Работники прокуратуры сегодня отмечают 294-ю годовщину с момента образования надзорного ведомства, которое было создано указом Петра I. Борьба с преступностью и укрепление правопорядка – главная задача. Виталий Партнов присутствовал на первом в этом году заседании коллегии. Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядка в делах и беззаконии. Именно с этой целью Петр I в 1722 году подписал указ о создании нового надзорного ведомства. С тех пор уже почти три века сотрудники прокуратуры охраняют высшую ценность права и свободы российских граждан. Большая работа проделана в вопросах защиты конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. На досудебной стадии прокурорами пресечено свыше 115 тысяч нарушений. Отдельно внимание уделяло защите прав потерпевших. Борьба с преступностью и укрепление правопорядка оставались одними из главных направлений деятельности прокуратуры. Предпринятыми совместными мерами удалось повлиять на динамику преступности. Борьба с преступностью и укрепление правопорядка – это основные направления деятельности. Своё поздравление с профессиональным праздником в адрес сотрудников областной прокуратуры направил губернатор. Проводимая вами работа способствует созданию условий для дальнейшего поступательного социально-экономического развития губернии, укреплению правовых основ государства и стабильности в обществе. Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры. Мы и впредь будем оказывать вам всю необходимую поддержку в борьбе с противоправными проявлениями. Региональное ведомство активно принимает участие в разработке каждого областного закона. По всем проектам даются компетентные заключения. А сделанные замечания позволяют оперативно и качественно обеспечивать соответствие областных законов с федеральными. Нередко прокуратура является непосредственным разработчиком законопроекта. Так, в период работы Самарской губернской думы 5-го созыва от вас поступило 20 областных законопроектов. 12 из них стали областными законами. По вашим предложениям было внесено 3 проекта федеральных законов в Государственную думу. Один из них стал федеральным законом. В свой профессиональный праздник лучшие сотрудники получили государственные награды и звания. Также благодарственные письма от губернатора Самарской области и председателя губернской думы. Виталий Портнов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении так называемых наркодилеров-миллионеров, которых задержали в Самаре весной. Преступная группа 2 года занималась реализацией запрещенных веществ. Ежедневно они делали до 100 закладок героин и даже разработали собственную бонусную систему для курьеров. Но хитрый план раскрыли полицейские. Новые подробности в нашем материале. Давай, 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 к подъезду, к подъезду. Операцию по задержанию проводят ночью. 10 оперативных групп вламываются в дом. Одну из самых крупных ОПГ застали врасплох. Продажи тяжелых наркотиков. Эти молодые люди занимались 2 года и все это время тщательно заметали следы. Вот карты хранятся, банковские карты, правильно? Сим-карты, еще что-либо есть. Товар оптом закупал организатор, затем передавал координаторам. Они занимались расфасовкой и контролем за вырученными деньгами. Наркокурьеры или закладчики – низший пласт в этой пирамиде. Вербовка новых членов группы велась постоянно. Новоиспеченным сотрудникам обещали от 12 до 16 тысяч рублей в день. Я меняю их. То есть вы вот с этих двух телефонов работаете? Вы отправляете смс-сообщение? Сегодня у меня был вот этот номер телефона, сегодня у меня вот этот номер телефона. А как часто меняете номера? Стараюсь как чаще. В погоне за прибылью наркоторговцы даже разработали свою собственную систему бонусов. Каждую 12-ю закладку клиентам делали бесплатно. Чтобы обезвредить группировку и задержать всех участников, наркополицейским понадобилось более полугода. В момент обыска у организаторов ОПС было изъято более полутора миллионов рублей наличными, три дорогих автомобиля и 500 грамм героина. Все организаторы организованного преступного сообщества в настоящий момент арестованы, находятся под стражей. В данный момент следствие выясняет дальнейшие детали, на что были легализованы 278 миллионов рублей, и собирает доказательную базу. До 100 закладок в день. Таким образом, банда реализовывала по 500 граммов героина ежесуточно. Всего это примерно 250 килограммов наркотика. За время своей деятельности ОПГ удалось легализовать 278 миллионов рублей путем перевода денежных средств на расчетные банковские счета. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело. Дарья Болгова, Новости губернии. Итоги длинных праздничных выходных подвели сегодня в поисково-спасательной службе Самарской области. Отмечается, что начало 2016-го выдалось тревожно. Оперативные сводки внимательно изучил наш корреспондент Кирилл Козин. Пока самарцы и жители области наслаждались длительными каникулами, они работали. Ни один из 10 праздничных дней для поисково-спасательной службы Самарской области не был спокойным. 17 вызовам был присвоен статус сложных. Статистика в цифрах. Четверо погибших, трое из которых в ДТП. И 23 спасенных жизни. Основная работа проходила на льду. В поисково-спасательной службе отмечают. Начало 2016-го, к сожалению, оказалось богатым на всевозможные происшествия. Вот эти 17 вызовов, это больше, чем в прошлом году. Гораздо больше. То есть мы каждый день куда-то кого-то вытаскивали, где-то реагировали. Зимний период. Самый главный совет. Пока не окреп лед, пока у нас нету больших морозов, ни в коем случае не выходить на реку Волга. В большинстве случаев помогла современная техника. Судно на воздушной подушке. Амфибии. Судно на воздушной подушке является одним из основных средств спасения людей в межсезонье и в зимний период. Учитывая то, что это наиболее универсальные средства. Доставки личного состава, допустим, к пострадавшим, любой эвакуации пострадавшего. Сейчас спасатели активно готовятся к крещенской ночи и традиционным массовым купаниям граждан. Вопрос об официальном разрешении окунуться в морозную воду пока что остается открытым. Спасатели предупреждают, лед сейчас небезопасен. Несмотря на свою толщину в 10-15 сантиметров, он все еще мутный, а значит полностью непредсказуемый. Кирилл Козин, Виктор Соколов, Новости губернии. А вот льда, на котором безопасно и под которой точно никто не провалится, в Самаре этой зимой стало больше. Уже открыто около сотни катков, но этого мало. По просьбам жителей залют еще 10 в ближайшие дни. Анастасия Суботина также приобщилась к массовому и теперь доступному виду спорта и сама впервые встала на коньки. Святославу всего три, а он уже играет в хоккей. Правда, с игрушечной клюшкой в валенках и на дворовом катке. В Самаре открыто уже 98 катков. Работать будут до начала марта. На соответствие стандартам все площадки проверены. Любой каток должен соответствовать всем требованиям безопасности для того, чтобы здесь не разбить коленки, лоб. Естественно, толщина льда должна быть порядка 8-10 сантиметров. Ну и заливка должна осуществляться при температурном нижении не ниже 7 градусов. А если погода снова подведет и на смену морозом придет потепление, в профильном департаменте обещают. Слой льда обновят. В ближайшее время появится еще 10 катков специально по просьбам жителей. Так что все на новый лед. Наша съемочная группа тоже в стороне не останется. Что ж, учиться никогда не поздно. В моем детстве катка во дворе не было. Да и до ближайшего пришлось бы проехать приличное расстояние. Поэтому на коньках я не могу даже стоять. Теперь, когда катки находятся в шаговой доступности, я могу исполнить свою детскую мечту. Анастасия Субботина, Дмитрий Столяров. Новости губернии. К другим темам. На юге области научились разводить необычную породу свиней. Она обладает повышенной лохматостью и таким крепким иммунитетом, что даже не боится крепких морозов и не нуждается в прививках. По крайней мере, в этом убедился и местный фермер, известный своими высокими требованиями. Подробности у Сергея Павлова. Густая шевелюра с закрученными шерстяными локонами. Верный признак того, что перед нами породистая овечка. Однако пятак заставляет усомниться. Что же это за овцы-свинка или свинобяшка? Таким же риторическим вопросом задался и Владимир Захаров, когда почти пять лет назад впервые увидел этих хрюшек с повышенной лохматостью. Работая перевозчиком скота, повидал разные породы, но от такой диковины просто обомлел. Вот и решил супругой приобрести кучерявых хавроний. Венгерская мангалица с первых дней доказала. Шикарных хором ей не надо. Перезимовать может в стоге сена, им же и питаясь. Опытный свиновой, державший привычную для здешних мест крупно-белую породу, отметил и другие преимущества у завезенных махнатых. У них сильный иммунитет. Не требуется никаких прививок, они не болеют никакими болезнями. Они отличные, замечательные манки. Рожают 6, 7, 8 поросяточек. Следующий, допустим, одно из преимуществ – вкусное мясо. Очень вкусное, отличается, значительно отличается от простой свинины. Оно такое мелко структурное, то есть не крупный волокон, а мелкие-мелкие и плотные. Красноватого цвета напоминает как бы дикое мясо. В мире мясо мангалец действительно дорогого стоит взять хотя бы известный испанский хамон. Кстати, фермеры нашли рецептуру и приготовили сыровяльный деликатес в домашних условиях. Поставлять мясное лакомство в рестораны и даже открыть собственный – такая мечта у Владимира и Светланы. А пока же неплохой доход приносит реализация молодняка. Это очень длинный рубль получится, очень длинный, потому что там срок солки, получается, месяц-полтора, и срок приготовления вяления от 6 до 18 месяцев. То есть это какие серьезные объемы. Зато именно из-за мангалец Захарова завели другую, не менее важную в хозяйстве живность. Для выпайки пятачков молоком выбирали между буренками и козами. Последние сразили своим интеллектом и полезным продуктом. Сейчас на ферме более 70 породистых непосед. А будет еще больше. Фермеры недавно получили грант на строительство сыроварни. Очень много людей, которым нужно козье молоко по каким-то заболеваниям. Ну и уже потом мы решили, что есть еще и продукции очень вкусные, и сыры очень вкусные, и йогурты можно взяться, все что угодно. Поголовье экзотических хрюней и четвероногих домашних лекарей фермеры собираются увеличить. И уверены, их продукт найдет свое место и на прилавках района, и даже Самары. Сергей Павлов, Александр Дудко. Новости губернии. Большеглушицкий район. В областной столице может появиться центр ледовой скульптуры. Проект уже готов. Его разработал Александр Куклев, автор многих городских композиций. По словам самарского мастера, идей предостаточно, а их воплощение расширит. Культурную палитру Самары к Чемпионату мира по футболу 2018. О ледяных планах Мария Шпаква. Куда ты ручь мчишься, нет тебе удержан, нет тебе остановки. То есть эти кони. Здесь сами. Сами превращаются все это в горке. Образы гоголевской птицы, тройки, часовни и даже герб города. Все изо льда. Уникальный проект – украшение главной площади области. Пока только идея самарского скульптора Александра Куклева. Мастер создает подобные зимние произведения искусства уже полвека. Вот вам пример того, чего в мире нет. Вот это букет цветов. И вот видите, краска находится внутри льда. Создать такие букеты, ащу животных и даже целые сцены из русских сказок, чтобы не таяли. Кажется, скульптор готов часами делиться своими идеями. А к Играм Мундиаля в Самаре хочет построить настоящий центр ледовой скульптуры. Можно делать летом, готовиться к зиме. Для этого я хочу в Самаре создать театр ледовой скульптуры. У меня есть проект очень интересный, необычный. Если мы это создадим в Самаре, у нас, кажется, в 2018 году будет футбол международный. И если мы покажем всему миру, что мы можем, и что у нас есть такое чудо, я думаю, это будет очень интересно. Проект центра ледовых скульптур уже готов. Мастер хочет удивить даже самую взыскательную публику. На одной из столичных выставок он создал оригинальную миниатюру. Ледового комара длиной всего 15 сантиметров. И получил мировую известность. Теперь ледовых дел мастер хочет прославить и всю Самару. Мария Шпакова, Александр Дудко. Новости губернии. На текущую неделю приходится пик рождественских святок. Наши предки верили, что именно в это время можно узнать свою судьбу. И хотя православная церковь гадания никогда не одобряла, одни забавы ради, другие исключительно с научной точки зрения. В период от Рождества до Крещения вспоминают традиционные и изучают современные способы предвидения будущего. Екатерина Алексеева тоже попробовала. Девушка должна была быть одна, распустить волосы и заглядываться в зеркало. Ну и слова волшебные нужно было сказать. Ужинный ряженый, приди ко мне на ряженый. Этот способ гадания один из самых известных, однако пользуются им разве что самые бесстрашные. Девушки в полном одиночестве распускали косы, зажигали свечи и вглядывались в зеркало в надежде увидеть сужиного. Мы свечкой капали на воду, пытались разобрать, что же там изображено. Много сейчас современной молодежи обращается к традиционным способам гадания. Вот я знаю, что, например, выбрасывают валенок или ботинок через забор, в какую сторону покажет острый нос, в той стороне живет сужиный. Сегодня способов предсказания собственного будущего множество. От современных, гаданий по телефону, до старинных, на козулях, фигурках из теста. У каждого из них свое обозначение. Традиции считалось, что именно в это время гадания самые правдивые. Считалось, что сейчас нечистая сила гуляет по земле. И у нечистой силы как раз пытались выведать, что же ждет человека в будущем. К ритуалу гадания наши предки относились очень серьезно. Старшее поколение обучало младших. Считается, что святочные гадания в период с 6 по 19 января самые правдивые. Гадали на суженого, урожай и на судьбу. Если у вас под рукой нет ни зеркал, ни свечей, а погадать все же хочется, можно использовать старый дедовский способ – гаданию по книге. Нужно загадать номер страницы и номер строки. Это и будет вашим предсказанием. Книги врать точно не будут. Екатерина Алексеева, Сергей Костин. Новости губернии. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова